Ребят, всем привет. Январь месяц, 10 число. Еду обновлять кормушки и смотрю, что кроме меня и инспекции в лес никто больше не ездит. Диспетера подъезжают, смотрят, заезжал ли я в лес, не заезжал и уезжают. Ой, тут лёд, мы хер проедем сейчас. А если и проедем, то не выйдем. Надо буксировщик заводить. Тогда значит, что делаем? Тогда значит, идем просто обходим пешком, сейчас добежим до кормушки, глянем, что почем, хоккей с мячом и до дома. Если что, берем буксировщик и развозим еду. Нифига себе здесь мостик. Тут протоки текут. Хер, перейдешь. А что, ребята, скажу. В это время пришло январское. Время пришло для мотобуксировщика. Хоть и снега сейчас уже здесь мало у нас, да, еще выпало. Совсем мало. Но морозы большие. Там, где я через воду проезжаю в лес. Сейчас уже не проедешь. Сейчас уже льдина метровая. Можно проломиться и потом не подняться на машину наверх. Поэтому сейчас пешком дохожу до кормушки. Смотрю, если дверь ходит, то на днях там, завтра-последавтра набираю несколько мешков, завожу буксировщиков, подъезжаю к лесу и через через пруд на буксировщике переезжаю на один место. Самое такое, более-менее. Чтобы и подняться можно было легко. И протоки не было бобринных, чтобы не утопить ни буксировщик, ни себя. Вот. Посмотрим, все увидите. Своими глазами. Вот так вот. Ходи, кабан. Кабан ходил. А это след старый. Это следок старый, ребят. Но кабан ходит. Сейчас пойдем ближе к кормушке, посмотрим, есть движения, нет. Ну что, вот и пришла пора доставать буксировщик. Хоть снега мало, но сами видели, да, проехать на машине в лес невозможно, чтобы кормушки закормить. На машине не проедешь, везде вода. Вот. А где замерзшее озеро, мы сейчас там будем проезжать. На буксировщике Кербард Старт. Он у меня оставил в гараже, покрасочным, укрытый пакетами. Вот. Пыли сколько пооседало. Сейчас я все это продую, прочищу. Прицепляем сани, прицепляем вторые сани, грузим кормом и помчим развозить еду. Так что хочу сказать, по прошествии прошлого сезона покатались на нем немало, ну и немного. Вот. Поэтому масло я решил не менять. Оно хоть, масло хоть и обкаточное, но довольно-таки хорошее. Я не думаю, что мы накатали там больше 200 километров на нем. Я прям сомневаюсь. Вот. Масло пока остается прежнее. Единственное, что у меня получилось при эксплуатации, это вот это крепление на фаре, оно обломилось, лопнуло, не знаю почему, может быть, где-то я ударился, но я не помню. Ну, в любом случае, короче, крепление обломилось, мы это свое заварганили, забабахали, это раз, и перестала работать фара что-то с проводкой. Не с кнопкой, не с фарой, а именно что-то вот в проводке, потому что мы второй плюс взяли, который идет там на подсоединение, если вдруг к нему что-то присоединять, там, модуль какой-то, еще сани какие-нибудь, куда можно вывести проводку, да, то есть еще один плюс, мы его подсоединили, фара работает, вот, но надо разобраться, прозвонить, посмотреть. Вот здесь, я не знаю, так и должно быть, чтобы она вот так болталась, нет, я сейчас погуглю, если нет, тут немножко подтяну, чуть-чуть, натяжитель цепи, прям чуть-чуть, и все. В принципе, в остальном, во всем, что у меня здесь еще было, вот здесь газульку не поменяли, газульку поменяли, потому что зимой на большом морозе у меня тросик замерз, мне изначально изготовитель сказал, что нужно было смазать тросик, вот, чтобы зимой его эксплуатировать, я не смазал моя вина, вот, и зимой он у меня замерз, я его сорвал, порвал газульку, купил от, купил газульку от мотоблока, поставили, сейчас все работает, вот здесь вот у нас не хватало газа, мы чуть добавили, удлинили, и получилось, сейчас газ работает, ну, не в полную силу, ну, где-то, наверное, на процентов 70, то есть газ идет, а больше нам и не надо, он, главное, тянет, тянет хорошо, по прошлому году, вы помните, вдвоем меня с отцом, плюс 4 или 5 мешков кукурузы, и буксировщик справляется с своими задачами, вот, здесь у нас, что могло у нас еще сломаться, вроде бы как ничего, вот здесь немножко у меня оторвало, брызговик, вот этот вот порвался немножко, а так, в принципе, все остальное, по ходу эксплуатации, все живое, буксировщик работает, со своей задачей полностью справляется, что покажет, в этом сезоне, я планирую с ним, бобра половить, на засидку на кабана поездить, и покормить кабанчика, покормить кабана, на кормушку корм повозить, вот, в принципе, 3-4, ну, и плюс весна, март месяц, это охота на селезнь, с подсадной, и с чучелами, я думаю, что снега будет много, в этом году, в марте, я так думаю, потому что сейчас снега мало, он задерживается, но я думаю, что февраль месяц, наверстает февраль-март, я думаю, что грубо у нас будет еще дай дорогу, а 20-х чисел марта, открывается на селезня охота, мы там, на нем поищем места, лужицы, воду затопленную, лесочки затопленные, куда начнет прилетать селезня, там и поохотимся, я думаю, что он нам еще очень поможет, все, погнали!